Каждый определяет это по-своему. Вы никогда не получите его, если будете пытаться копировать других людей. В конце рабочего дня вы должны проводить анализ и подводить итог всем событиям и своим действиям, и только тогда вы можете почувствовать удовлетворение от своей работы и понять, что необходимо изменить. Всем привет, ребят! С вами Эван, мое главное слово вере. Я верю, что в каждом из вас кроется особый дар уровня Майкла Джордана. Я хочу, чтобы вы нашли его, поверили в себя и смогли изменить мир к лучшему. Для того, чтобы облегчить вам путь к успеху, я подготовил для вас видео на тему 7 способов почувствовать удовлетворение. Надеюсь, вам понравится. Думаю, что это касается не только предпринимателей, но и всех остальных. Каждый хочет получать удовлетворение от своей жизни и от работы. Это совершенно естественная потребность. Очень многие проживают эту жизнь, не чувствуя удовлетворения, и это очень печально. И я надеюсь, что это видео послужит для вас своего рода источником света во тьме трудностей в самореализации. Итак, давайте начнем. Пункт номер один – осознанность. Это краеугольный камень в этом вопросе. Причина, по которой люди не чувствуют удовлетворение в жизни, кроется в постоянном сравнении себя с другими. Сравнение себя с другими хорошо до той поры, пока чужой успех заставляет вас двигаться вперед и добиваться большего. Сравните позицию «я беру пример с других и пытаюсь применить их действия в своей жизни» и другой образ мысли. Вон тот чувак просто супер, всего добился, а я неудачник. Каждый человек уникален, и только вы сами можете определить для себя состояние удовлетворения. Вы никогда не получите удовлетворение, если будете пытаться копировать других людей. Возможно, вы любите Стива Джобса, великого визионера, возможно, вы фанат Канни Уэста. Вон его портрет позади меня. Возможно, вы любите меня и мой контент, но пытаться копировать чужой образ жизни нельзя. Вы так никогда не станете счастливее, потому что вы будете переживать чью-то чужую жизнь, а вовсе не свою собственную. Не важно, что думают люди вокруг вас. Чувство удовлетворения определяете для себя только вы, а не кто-то другой. Ребята, я рекомендую вам раз в квартал выкраивать несколько часов днем для того, чтобы поразмышлять об этом, проанализировать свои ощущения. Уж постарайтесь найти для этого время. Если вы считаете, что для этого у вас нет свободного времени, значит, вы не заслуживаете испытать счастье и удовлетворение. Вы не хотите даже попытаться что-то изменить. Всего полдня раз в квартал. Первый час у вас уйдет на разрыв связи с внешним миром. Вы можете пойти гулять в парке, или пойдете в любимую кофейню, или отправитесь в библиотеку. Делайте то, что вам нравится, чтобы расслабиться и отключиться от внешнего мира. Поставьте приятную музыку и постарайтесь на некоторое время забыть о стрессах на работе, дома, о бизнесе, о коллегах. Словом, постарайтесь расслабиться. Сядьте в удобной позе, откройте ноутбук и запишите по пунктам, что именно делает вас счастливым и удовлетворенным собой и жизнью. Забудьте о мнении окружающих. Кто-то всегда будет навязывать вам свои мысли, желания, мнения. Но вы думаете только о том, чего хотите вы сами. Вы сами лучше других знаете, чего хотите от жизни. Каждый квартал вы должны возвращаться к своим записям и смотреть, двигаетесь ли вы в направлении, осуществляете ли вы все действия на пути к успеху и счастью, чтобы добиться своей цели и жить той жизнью, о которой вы мечтаете. Пункт номер два – это многоплановость. Чаще всего, когда мы говорим об удовлетворении от жизни, мы думаем только об одной составляющей. Как правило, о бизнесе или об отношениях, или о детях. Или о том, как быть хорошим сыном, матерью, дочерью, братом или сестрой. Нет, ребята, все взаимосвязано. Все компоненты связаны друг с другом. Если у вас был плохой день на работе или, что еще хуже, вы ненавидите работу, то никогда вы не придете домой счастливым человеком. Вам никогда не стать хорошим мужем или женой, матерью или отцом. Запомните. Никогда. И наоборот, если у вас не клеятся отношения со второй половинкой, вы и на работе будете в состоянии стресса. Вы никогда не сможете полностью отдаваться работе и бизнесу, если ваши отношения вас изматывают, и в личной жизни царит хаос. Так что, когда вы будете выполнять мое упражнение, обязательно записывайте все аспекты своей жизни. Абсолютно все. Возможно, это будет трудно и займет у вас много времени, но сделать это необходимо. Ведь вы вовлечены во все аспекты своей жизни, и беспорядок в каждом из них будет влиять на остальные. И вы не сможете почувствовать удовлетворение, пока каждый из них не будет вас радовать. Возможно, я хочу поучиться у Стива Джобса и его уникальному подходу к работе. Возможно, я хочу быть визионером, как он. Но я не хочу быть таким же отцом, каким был он. Этому я хочу поучиться у моих родителей. Вы можете брать пример с людей в том, что вам у них нравится, но в конце рабочего дня вы должны проводить анализ, и только тогда вы можете почувствовать удовлетворение от своей работы и понять, что необходимо изменить. Пункт номер три. Ищите, изучайте и исследуйте. Если вы еще не знаете, что дает вам состояние удовлетворения, вы должны изучать себя, браться за разную работу, искать, не останавливаться, пока вы не поймете, что вам нравится делать в жизни. Вы не сможете понять, что делает вас счастливым, если будете тратить на это мало времени. И это основано только на ваших мыслях, и это происходит только у вас в голове. Мы же хотим испытывать чувство удовлетворения, и это чувство, эмоции, они исходят не из головы, а от сердца. Важное решение исходит только из сердца. Продолжайте планировать, планы очень важны, но вы должны и действовать, а не только планировать. Тестируйте свои планы, вы очень многое поймете из практики. Может быть то, что вы думали вам подходит, на самом деле вас совершенно не устраивает, и вам не подходит, или подходит, но не так хорошо, как вы думали. Тестируйте на практике, так вы лучше узнаете сами себя и найдете свое место в жизни. Пункт номер 4. Помогайте другим. Я считаю, что люди должны помогать друг другу. Я считаю, что мы рады своей работе, мы радуемся ее качественному и талантливому выполнению, когда она приносит пользу другим. И совсем не обязательно, это должна быть какая-то великая миссия. Даже обычная помощь соседу или другу, который находится в стесненных обстоятельствах, когда вы чувствуете, что то время, которое вы потратили на другого человека, сделало его счастливее, сделает счастливее и вас. Так что, когда вы будете просматривать ваши цели и планы, и отчет по проделанной работе для самоанализа, обязательно проверяйте, сколько вы сделали для окружающих. И чем больше из этого будет связано с помощью другим людям, тем больше удовлетворения вы получите. Пункт номер пять. Ставьте высокие цели. Чаще всего люди, с которых нам хочется брать пример, ставят высокие цели и стремятся достичь большего. Они мыслят масштабно, они берутся за то, что может облегчить жизнь окружающих людей, а потом расширяет охват воздействия. Конечно, мало среди нас, Элонов Масков, которые могут строить планы колонизировать Марс, чтобы помочь целой планете. Но вы можете начать с того, чтобы помочь небольшим сообществам в том месте, где живете. Школам, клубам, каким-то центрам. Большинство предпринимателей мыслят широко. Мы амбициозные и хотим добиться многого. Не печальтесь, если у вас нет амбициозных планов. Вы можете стараться творить добро для маленьких сообществ. Ощущение того, что вы сделали счастливее ни одного человека или двух, уже даст вам состояние удовлетворения от себя и своей работы. И сделает уже вас счастливее. Пункт номер 6. Измените свое окружение. На самом деле, очень многое в вашей жизни зависит от вашего окружения. Мало чего можно добиться в окружении, так сказать, токсичных людей, которые жалуются, ноют, обвиняют всех вокруг в своих бедах и на которых вы только зря тратите свое время и энергию. Конечно, вы не можете выбирать своих родителей или учителей в школе или соседей, но вы можете выбрать источники информации, которые используете, видео, которые смотрите, книги, которые читаете, события, которые посещаете. И если пока вам это не удается, все равно очень скоро вы сможете это сделать. Делайте свой выбор осознанно. Не плывите по течению, анализируйте ситуацию. Создавайте свое окружение сами. Моделируйте каждодневную рутину и моделируйте свои привычки. Они должны помогать вам, а не мешать. И если вы будете даже смотреть или читать о людях, которые живут счастливой и наполненной жизнью, которые следуют своей миссии и помогают окружающим, кто живет осознанно, я гарантирую вам, что это войдет и в вашу жизнь. Это перейдет и на вас, и это поможет вам. Если вы хотите заниматься спортом, общайтесь с теми, кто занимается спортом. Их энтузиазм перейдет и на вас. И этот подход можно применить абсолютно ко всему. Главное – поменять окружение, ведь оно постоянно перед вашими глазами и влияет на вас. Регулярное наблюдение за теми, кто импонирует вам, повлияет и на вашу жизнь, на ваше состояние удовлетворения и на ваше счастье в конечном счете. Пункт номер семь – настройте свой график. Все советы, рекомендации и напутствия не имеют смысла, если вы не совершаете никаких активных действий. Вначале вы планируете и анализируете свои действия, а потом нужно решительно приниматься за дело. Вы записываете планы по пунктам, вы стремитесь добиться целей, ведете записи долгосрочных проектов и ближайших действий, а потом действуете. Я советую вам ввести свой график, свой ежедневник или расписание согласно всем пунктам из вашей каждодневной работы и своих целей. Сопоставляйте свои планы с тем, на что вы фактически и реально тратите свое время. Если вы запланировали одно, а выполните совершенно другое, всего 1% из запланированного, вы никогда не сдвинетесь с места. Ребята, так у вас ничего не получится. Конечно, сразу все сделать не получится. Надо соизмерять свои силы, энергию и время. Как раз хорошо быть реалистом и не замахиваться на Эверест, надо сначала сдвинуть с места маленький камешек. Если вначале удается сделать 20% из запланированного, и вы уже чувствуете удовлетворение, отлично, это уже прогресс. Потом надо стараться сделать 25, 30, 35, 40, 45 и 50. И все больше, пока вас не будет полностью устраивать результаты, вы не почувствуете ощущение полного удовлетворения. Возможно, вам захочется расширить бизнес или привлечь больше ресурсов. Главное, это постоянно чувствовать прогресс. Если у вас есть цель и вы знаете, какие шаги предпринять, чтобы ее добиться, вы должны их постоянно совершать. Если вы совершаете все нужные шаги и есть надежда, что в итоге вы достигнете желаемого, это самое главное. Этого уже достаточно, чтобы вы имели силы и настрой продолжать добиваться своего. Но каждый раз сверяйтесь с личным планом, календарем, ежедневником, называйте, как хотите, чтобы проанализировать, достаточно ли много вы уделяете, чтобы построить свою жизнь так, как вы хотите. Вот и все 7 способов ощутить состояние наполненности и удовлетворения. Пишите в комментариях, какие из них понравились вам больше всего, а может вы хотите добавить способы номер 8, 9 и 10? Спасибо, что посмотрели этот ролик. Помните, что я верю в вас. Продолжайте верить в себя. Я люблю вас и до скорого. Друзья, если вам понравилось это видео, посмотрите и другие наши выпуски. Думаю, вам понравится. Продолжайте верить и скоро увидимся.